Ребят, всем привет! Мы сегодня с вами едим роллы. Едим роллы из Ями-Ями. Давайте их распакуем. Если честно, я слышала такие комментарии, что эти роллы испортились. Да. Я... Я первый раз попробовала их в Питере. Это вообще питерская доставка. У меня на канале были эти роллы. Я, возможно, знаете, вам под видео поставлю ссылку. Но прямо очень много, знаете... Очень много было хейта в их сторону. И я это увидела, когда стала читать отзывы. Ну, что-то как-то я решила... Когда я выбирала недавние доставки, я решила почитать отзывы. И прям все хейтят. Не знаю. Сейчас посмотрим. Пока вроде ничего. Я, если честно, безумно голодная. Я просто такая голодная. Я ее не ела. Ах, ребят, не соврать. С самого утра. Я съела сегодня два яйца. Подписывайтесь на мой телеграмм. Если вы подписаны, то увидите, что я ела. У нас сегодня с вами Новый Год. Такое новогоднее настроение. О, боже! Слушайте, ну неплохо. Чарликову вам ленту. Посмотрите. По-моему, все осталось на том же уровне, как и было. Не сказать, что они испортились. Что-то мне кажется, это какой-то, знаете, хейт конкурентов. Ну вот, нормальные абсолютно роллы. Это я взяла, знаете, такие разные гунканчики. Все разные. Ох, ребята. Следующее видео хочу выпустить влогового формата, поэтому подписывайтесь. У меня будут для вас очень интересные новости, которые я раскрою как раз таки в новом видео. Это с тунцом. Так, и вот это я взяла обычную Филадельфию. Всегда ее беру, всегда ее люблю. Ну вы меня поймете, но рыба немножко как будто с дужком, знаете, я не знаю почему так. Очень красиво выглядит. Ну, сейчас попробую. Может быть, это запах риса, я не знаю. Так, давайте с вами откроем. Я сегодня, если честно, не хочу прям так заморачиваться с выкладками, со всей этой штукой. Хочу прям чуть ли не вот так, потому что я голодная, капец. Ладно, сейчас попробую. Давайте все-таки выложим, чтобы было красиво, чтобы было, да, эффектно. Тут вот как раз у нас будет теперь, будем так снимать с этим ракурсом, чтобы собачку было видно и всех. Чарлик тоже, наверное, голодный. Кстати, представьте, у меня была проблема, что собака очень плохо ела. Вообще, абсолютно он к любому корму, знаете, привыкал и переставал есть. Сейчас я нашла способ, как это исправить это положение. Я добавляю чуть-чуть сыра с плесенью, знаете, буквально прям вот, ну вот, 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 вот столько, вот как ноготочек у меня на мизинчике. И он с таким удовольствием ест. Вот, поэтому, ребят, у кого собаки плохо едят, вот, попробуйте этот лайфхак. Не знаю, насколько это вообще полезно. Можно им, ну, блин, я же с плесенью ем. Я прям добавляю совсем немножко, знаете, но, видимо, он так пахнет, что, ой, ему очень нравится. Блин, я голодная. Я помню, что как-то я приехала, мы приехали с отдыха, по-моему, с Турции. Я вот заказывала как раз-таки роллы. Ями-ями. Ребят, ну, выкладка, вот, смотрите. Сегодня я не буду все ничего, ничего не буду красиво расставлять. Я не хочу, честно, заморачиваться. Не хочется просто с вами поболтать, покушать. Вот. А тут я поняла одну вещь. Что, в принципе, нужно к видео вообще-то готовиться. Может быть, это будет кому-то полезна информация. Но если вы там снимаете, делаете контент или работаете, не знаю, там, по работе вам нужно делать презентации, что вообще нужно к этому готовиться ко всему. Нужно думать о том, что ты говоришь, как ты будешь говорить. А я, вы знаете, ну, вот, что вижу, то пою. Вот такая я. И это нехорошо. Потому что люди, ну, как бы, не завлекаются. Надо, чтобы было, как бы, интересно. Нужно, ну, вы поняли, да, там, что-то придумывать. Я не знаю, получится ли у меня или нет. Слушайте, ну, рыба какая-то странная. Рыба прям воняет. Вот это я, кстати говоря, слышала. Рыбу прям... Наверное, не буду есть такую рыбу. Знаете, сейчас вам покажу, как это выглядит. Ну, сейчас вот вы мне скажете, нормальная рыба, ненормальная. Посмотрите. Она выглядит красиво, но она, ну, прям потухшим пахнет. И, знаете, очень рыхлая рыба. Сейчас вы увидите. Я вот палочкой чуть-чуть покаляю. Посмотрите, как остается. Видите? То есть, такая она очень рыхлая. Обалдеть. Вот об этом и писали, что в Москве доставка эта очень испортилась. Я не знаю, как в Питере. Ребята, кто из Питера? Расскажите, как у вас Ями-Ями? Мне еще везли. Знаете, там тоже... Ну, как бы я читала это, что как бы долго везут. И, ну, я понимаю, что сейчас, на самом деле, не самое лучшее время для доставки. Потому что очень сильные пробки. Там снег. Ну, как бы зима. Но, тем не менее, мне везли, ребят. Я заказала в 3 часа дня. Где-то даже в полтретьего, наверное. А сейчас 6 вечера. Мне только привезли. Ладно, давайте попробуем. Я вот это, наверное, не буду. Давайте с угря. Надеюсь, что угрь-то нормальный. Он вроде не сырой. Правильно я понимаю, что угрь не сырый? Угрь хорошо пахнет. Так выглядит. Пробуем. Угрь вкусный. Но вот это вы видели. Сейчас вам покажу еще. То есть, когда на рыбе, ты на нее надавливаешь. И вот она очень ломкая, знаете, такая вот. Смотрите, еще раз. Я не сильно надавила. Видите, какие остаются дырки? Такого быть не должно. Потому что, в принципе, лосось должен быть упругий. Так, а вот это? Честно, боюсь. Это тунец. Ну, вроде опаленным пахнет. Тунец вроде свежий. Так выглядит этот ролл. Честно, очень много тунца. Надеюсь, что он нормальный. Ммм. Очень вкусный. Знаете, этот ролл? Что-то груша, горгонзола. Ммм. Ммм. Но сам тунец не мягкий. Ммм. 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 Какой-то такой. Не знаю. Если честно, пока что самый удачный ролл это с угрем. Ну, тут, ребят, простите, лосось точно не был. Ммм. 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 Да уж. Ну, вот это, знаете, как гунканы запеченные. Я боюсь, что это сделано из того же лосося. Ммм. Ммм. Попробую лучше с угрем. Ммм. Первое, да, такое видео, что мы нюхаем? Ммм. 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 настроение я вчера нарядила елочку что чем хочу сегодня съездить еще за фонариками хочется квартиру прям украсть к новому году что было красиво но я в шоке если честно что нам с вами не повезло с лососем причем выглядит обалденно опасения подтвердились хотя мне почему решил вообще яме-яме все-таки заказать потому что мне одна девочка написала в комментариях закажи яме-яме плюс вы знаете есть чат и дома у нас участие дома очень даже хватит доставку и я подумала окей я действительно давно не заказывала вот и ну надо проверить поэтому ребят ну вот эти роллы в принципе тоже неплохие но знаете я побаиваюсь их есть потому что после такого лосося но сам по себя не очень вкусно помню первый раз попробовала в питере тоже очень много было восторженных отзывов и я почему-то решила вообще-то заказать запеченный сет мне запеченный сет показался такой немножко как каши образный в принципе их роллы они такие знаете как бы не прорезано испортились чуть-чуть не чуть-чуть вот вы посмотрите у меня кстати то видео которое с этим роллами там у меня камера не сфокусировалась и ну как бы немножко все размыто но в целом видно что качество роллы был лучше блин даже вот увидите мне разваливается вообще видишь чтобы у меня роллы разваливались вот это я знаете заказывала как бы квадро то должны были быть разные лосось что сменог а а тут у меня получается только только лосось лосось у них подпорчены ребята ну вот так как вы как ваше настроение новогоднее скажите готовы ли к влогу до как вы такому контенту мне конечно я вижу что многие общему банкеры это такой стиль что тебе тяжело постоянно только его придерживаться и и многие люди уходят но мне бы хотелось знаете сделать то и то потому что я обожаю мукбанги но мне было бы интересно еще как-то развиваться вот поэтому попробуем я очень надеюсь во первых на вашу поддержку вот и я думаю что это просто знаете раскроет меня более с разных сторон потому что все таки когда ты упираешься в один стиль и начинаешь просто его дрелить да постоянно ты в нем в нем в нем то у тебя какое-то ну ты ограничиваешься так как-то я все таки не хочу так сильно ограничиваться и запираться в эти рамки что я вот только снимаю мукбанги или там только я еще что-то буду снимать нет мне наоборот хочется делать более полный такой контент и возможно кстати даже думаешь новый канал завести то есть сюда мукбанги а туда влоги какой-то лайв не знаю то есть это тоже знаете такая большая ответственность потому что тебе придется снимать на два канала и это все вот такое как бы нужно постоянно много генерировать контента вот поэтому пока что я думаю наверное попробую заливать сюда потом уже посмотрим относительно того как это будет вообще интересно вам смотреть но мне было бы это интересно конечно этот цвет мне кажется он дурацкий который у меня тут светит ребят вот сейчас мне кажется у меня намного лучше лицо и все какое-то такое да не знаю посмотрим я вот просто цвет мне кажется очень сильно яркий а так как то более естественно вот так что ребят хочу что вообще сказать не бойся во первых пробовать и всегда страшно начинать что-то новое как то вообще изменяться вот но нужно это делать потому что без этого нет никакого развития то есть наступает какая-то стагнация я все боюсь что это может быть опасно ну вроде нормально то нет я уже который раз пробую ролл с танцом и мне очень нравится ну знаете вот и у них тунец вот он с прожилками он простите его невозможно проживать ями ями вы испортились реально испортились ну плюс конечно что они очень долго доставляют вот так ребят была хорошая доставка ну с угром нормальные но в принципе с угром они обычно всегда нормальные ну вот они знаете не прорезанные вообще ну что это такое ем потому что голодная я просто не понимаю в чем дело в чем у них проблема знаете почему они так испортились потому что они были хорошие правда ну там знаете прям в этих отзывах были прямо с фотографиями что прям плохо плохо все но я не поверила я честно я думала что это могут быть конкуренты или еще что то но нет видимо отзывы не врут и правда они такого качества стали ну окей в общем посмотрим как вам зайдет мне конечно хотелось бы чтобы вам понравился новый формат потому что ну мне прям хочется знаете чего-то новенького вот так ребят собачка спит знаете раньше он когда был маленький он все время очень сильно ко мне лез когда я снимала когда вот еда была я ему никогда естественно не даю такую еду многие там знаете писали мне как-то на видео с киевси ну дай ты ему дай ты ему косточку ребят он ест свой корм ему не нужна никакая косточка это только вред и вы своим собакам не давайте никакие косточки вот это все просто вот имбирь кстати вкусный просто покупайте корм нормальный кормите хорошим кормом все вот эти всякие косточки кусочки там тем более знаете какого-то острого мяса или там роллы знаете когда я вот вижу когда дают роллы собакам ну зачем им это это мы все ядные они все-таки немножко по-другому не все устроено и лучше не надо рисковать здоровье мы какие-то такие вот лишние эти давать и вот смотрите сейчас допустим я вот ем буквально вот он лежит он даже не лезет потому что он знает что когда я допустим снимаю я никогда ему ничего не давала и он успокоился он это принял понял но допустим я знаете могу дать когда мы сидим обедаем потому что я могу там обедать ну там овощи знаете брокколи могу ему дать морковку могу дать и он как бы клянчит в этом плане но такую еду никогда не даю и он ее не просто слушайте ну если честно я не хочу это больше есть ну такие роллы ну еще блин понимаете они мне положили какие-то косточки или что это не знаю ну их выкинуть их даже татуниц может не знаю испортите амиями ребят не рекомендую не заказывайте в целом эм 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 буду рада если вы подпишитесь на канал поддержите меня поставите лайк этому видео комментарии напишите подпишитесь на телеграмм это вообще будет вау очень круто в целом все ребят ждите следующее видео следующее видео будет интересно я хочу знаете совместить и вообще заснять свой день надо какую-то активность придумать интересную чтобы это был не просто такой день а допустим съездить куда-нибудь что-нибудь купить что-нибудь приготовить либо заснять вообще мой обычный день я подумаю я подумаю знаете в чем еще прикол когда ты себе снимаешь на камеру это одно лицо когда ты себе снимаешь на телефон на фронталку это другое когда ты себе снимаешь на переднюю камеру это третье вот так да поэтому нет все ребят спасибо вам большое за просмотр увидимся в следующем видео покушали вот что осталось первый раз мы с вами таком банк неудачный буду держать вас в курсе по самочувствию все всем пока пока